Здрасте! Рада вас видеть, как вам понравилось в Омске, тут арена. Мы оценили вчера хоккей, вы не понимаете, как вам фигура казалась? Очень классно. Много зрителей было здорово, что почти полностью была забита арена. Видно, что зрителям это шоу нужно было, они так реагировали тепло. Все кричали, автографы просили сфотографироваться. Ну, видно, что люди получили удовольствие, а когда люди, зрители получают удовольствие, конечно, и там приятно. Качество льда хорошее, очень вчера вышло, мне очень понравилось. Сегодня тоже приятно кататься на пареньку, и вся арена очень хорошо сделана, раздевалки, перегоры, все, и душно. В сауну вы не попали? В сауну, в баню, так и... Вам что-то не рассказали? Бассейн. Бассейн, по-моему, мы еще можем найти. Я могу сказать, что все медовые дворцы России за то, что сейчас арена представляет точных предпланий. Я думаю, что люди будут теперь равняться на арену, поскольку с точки зрения местимости, существует удобство, зрительные мысли, зрители находятся в качестве, качество звука. Арена функциональная, в этом позволяет все в кратчайшие сроки. Все равно важное открытие, потому что хоккейный матч. Сегодня уже будет долго шоу, у нас, потому что и будет концерт, театральный представительный. В общем, какими и должны быть вакцины, которые не должны быть ни одного свободного дня. Каждый день, кто-то занят, кто-то занят, кто-то занят, кто-то занят, и я уверен, что это даст толчок и к инфраструктуре вокруг стадиона, и поездка, и к треночным жалкам, и спортивные объекты, потому что, конечно, пусть у вас в долголите арену. Скажите, на этой неделе стартует мемориал Панина, какие у вас задачи на его цель себе ставить? Участвовалась. Участвовать, как они работают из набортика. У меня и уже не смотреть, как они работают. У меня вообще, в принципе, такие задачи до сезона, смотреть, как идет. Да, я с нами, глава. Может быть, комментировать на вопросе, чуть-чуть. А как вы поискли? Ну, как искать мотивацию, когда выступаешь, получается, варишь в сотенцаху, в том смысле, да, мотивацию? Мотивацию? Ну, не то, что мотивацию, как, вот, может, менять программу, что-то экспериментировать, больше. А, ну, мемориал Панина, это соревнования, здесь было шоу, у нас подготовлено, у меня будут готовлены мемора специальные. Просто, как искать мотивацию, на каком странице, это не может быть. А, я думала, у тебя в чем разница? Ну, суть в этом. Мы будем мотивировать вас. Главная новость от последних суток обсуждает то, что Саша Трусов сменил тренера. Марк, как вы думаете, к чему это приведет? Интересно. Никаким интересно. Хорошо, Марк, тогда как обстоят дела с работой в производстве на выхода? Ну, пока в процессе. На подговоре 6 марта, в конкретно в ближайшее время. Стыкнулся. Турнир по шоу программу, спланируете участвовать? Давайте, когда будет объемный конкретный правиль, конкретный срок, в принципе, идея очень интересная. Вы очень рано сегодня прилетели. Как вы вообще восстанавливались? Успели ли выспаться? Мы не восстанавливались. Самое главное, как бы, не впасть в это состояние отдыха, даже в короткое. Так что мы прилетели чуть-чуть, поспали сразу сюда. Сейчас мы обратно в гостиницу, отдохнем, в утром вылетим, на этой работе в Москве. У нас такой темп, мы не успеваем засидеться. Лиза, все-таки к вам вопрос про мемориал памяти выступить? Да, я планирую. А какой контент вы планируете представить? Может, предпрощенная будет версия, фонарка? Не, я не планирую предпрощенную версию. Я стараюсь. Герзик сделаю очень сложнее, чем на протоколе. Лиза, вы согласились на роль Герды? Как? Согласилась. Близка ли вам эта героиня? Мне кажется, я это очень хорошо почувствую пойму, как мы начнем ставить эту сказку. Мне кажется, что должно быть прекрасно. Женя, вы представляли интерес России перед прошлой Олимпиадой? Вещали, в общем, странно-то приехали. Сейчас БАК сделал заявление на днях, что с какой-то отговорки, возможно, вернусь к россиян на терральном статусе. Как вы прокомментируете эти слова? Они вас, может, подушевили или наоборот? Это ваш вариант. Смотрите, мне кажется, что у вас еще второй вопрос такой. С небольшой подковорочкой, с провокацией. И, кстати, на ваши вопросы я отвечала, если вы не отвечаете. Марк, можно вам вопрос под обучительного акса? Марина, когда выйдем на Большой арену, он станет вашим другим конкурентом. Можно ли с ним бороться без акса? Или работаете ли вы на этом клиенту? Пока его делает только он. Это невероятно круто. Это большой шаг в развитии фигурного академии. Мне кажется, ну, к этому мне нужно много работать, чтобы дать займуться на него. Илья, была информация, что вы ставите новую производную программу для Алексея Ягодина. Так ли это? Есть, конечно, нет. Но, ну как, есть ли действительно какой-то турнир, о котором вы говорили, и о том, как на самом деле, запланированную идею. И Леша действительно согласился поступать. Ну, что-то более большое количество есть. Если он решит эту программу, она еще в своем непроизвольном шоу-программе. Но если вы имеете произвольное программу для возвращения в спорт, то пусть все спят спокойно, Леша спит. Леша спит.